Эй, телезритель, новый день ждёт! Он так старался! Приготовил вам массу интересного! Во-первых, это солнечная погода. Похвала начальника. И много-много радости. Поэтому скорее просыпаемся и машем. Приветствую новый день. Вместе с вами машут Денис, спортсмен Кириллов. И Елизавета Качок-Терещенко. Просыпайте, республика! Тебя ждёт масса интересного. Они совершенно одни. Им нечего есть. Негде спать. Они лишние в этом мире. И виной тому отсутствие нашего внимания. Ведь мы в ответе за братьев наших меньших. Давайте объединимся и поможем бездомным. и беспомощным животным. Полугодовалую дворнягу нашли на улице. В Центр помощи животным собака попала в начале октября. Здесь ей дали кличку Поля. Очень коммуникабельная собака. Легко идёт на контакт. Звонка лает, энергичная и добрая. Станет хорошим другом для нового хозяина. Настоящим защитником вашего дома. Центру помощи животным всегда нужна поддержка. Сейчас на ваших экранах вы видите все координаты приюта. И счета, на которые можно перечислить средства. Не оставайтесь безразличны. Кроме нас им никто не поможет. Ой, Денис, вот бы мне быть помоложе. И в театре я была бы просто примадонной. Лиза, ты и сейчас могла бы играть роли Мой Дадыра, Черепахи и Тортивы или кого там ещё. Вот, Шапокляк. У тебя была бы эта крыска такая. Пи-пи-пи. Очень смешно. А других ролей не нашлось, Денис? Нет, ну, я просто сейчас говорю о театре юного зрителя «Синяя птица». Я знаю об этом театре. Кстати, коллективу исполнилось 50 лет. Мы их поздравляем. И с места событий наш следующий сюжет. Если я Шапокляк, ты караба-бараба. А мне нормально. Наверное, я тоже такой сбродил. Юбилей у театра юного зрителя «Синяя птица». Ему исполняется целых 50 лет. Театр был основан в далёком 64-м году. Спустя пять лет ему присудили звание «Народный». С тех пор поставлены десятки спектаклей, шиты сотни костюмов и построены тонны декораций. За эти годы театр изменился. Теперь на сцене городского дворца культуры ставят не просто спектакли, а красочное шоу. Мы идём в ногу с нашим временем. И тогда был Советский Союз. И старались держаться классически. Классическая музыка была, классические постановки были. То есть, как это говорит система театральная. То есть, не отходили от жанра, не отходили от самого смысла. То сейчас мы не можем сохранить ту эпоху в 21 веке. Добавляем новые элементы. То есть, заинтересовать, да, если это музыка страшная, создать страшный лес, что-то хочется современности. Добавить что-то новое решили в известную всем сказку о потерянном времени. Главный герой – всё тот же мальчик Петя, но уже в исполнении актёра театра «Синяя птица» Дмитрия Попова. На сцене дворца культуры молодой человек всего полгода. Мне в основном достаются позитивные роли. Я сам по себе человек позитивный, поэтому я очень быстро в них вживаюсь. То есть, образ, мне особо не надо работать над образом. Получается, мне подбирают такую роль, что я вот, вот он я и вот мой герой. То есть, одно и то же лицо, грубо говоря. Где-то надо чуть-чуть поменяться, но в основном это очень просто всё происходит. Серьёзные роли я ещё так не играл. Знаете, там торты, пирожные, пчели. А вот одна фамилица Дима – Ангелина в коллективе «Синяя птица» уже пятый год. Девушка признаётся, играть злую бабушку-волшебницу ей очень интересно. В этой роли можно раскрыться с другой стороны. Мы открываем себя залу, мы отдаём себя и получаем от зала благодарность. Вот ради этого мы работаем. Сказку о потерянном времени на новый лад воплощали в жизнь в сжатые сроки всего за месяц. За столь короткое время была проделана немалая работа, а это изучение текста, репетиции, пошив костюмов. Когда у нас спектакли, репетиция практически каждый день, и мы репетируем по 3-4 часа в день. А вот когда спектаклей никаких нет, мы занимаемся 3 раза в неделю, по 2-3 часа речу своей импровизации, этюда ставим. Сколько смелости, сколько смекалки она проявила, но уж теперь она, наверное, никогда не будет зря терять своего времени. А вы научила вас чему-нибудь эта история? Актер должен родить свой образ сам. Сами дома репетируют, где-то, может, у зеркала стоят, наблюдают. Потому что самое главное для артиста – это наблюдать. Наблюдать, потому что пока ты сам не проживешь жизнь, ты не сделаешь эту роль. Народный театр юного зрителя воспитал не одно поколение. Сейчас в нем играют чуть больше 30 человек – от 8 до 25 лет. За 50 лет своего существования театр побывал на многих фестивалях, увозя с собой различные призы. Есть девиз у нас – не шагу назад, не шагу на месте, а только вперед и только все вместе. И еще всегда говорю своим ребятам, если мы поднялись на ступень выше, мы не можем опуститься ниже. Только вперед. Желаем «Синей птице» взлететь еще выше, радуя зрителя новыми интересными и красочными постановками. Уважаемые телезрители, мы готовы вам объявить о старте первого республиканского конкурса документального кино под названием «Преднестровские скрижали». И у нас в гостях заместитель начальника Государственной службы связи, информации и СМИ Ольга Петракова. Доброе вам утро. Доброе утро. Рады вас видеть. Взаимно. И хочется, естественно, поподробнее узнать о «Преднестровских скрижалях». Об этом конкурсе. Этот конкурс приурочен к 25-й годовщине образования нашей республики. Мы его проводим впервые. Первый республиканский. Мы планируем охватить максимально большое количество участников, не только профессионалов, но и любителей. Да, конечно. Это одна из целей привлечь любителей снимать документальное кино, зарисовки, ролики, принять участие в нашем конкурсе. Старт конкурса мы дали 6 марта. Закончим мы принимать заявки 26 апреля. И уже в мае мы будем готовы назвать победителей. Номинаций несколько. Это документальное кино, созданное профессионалами. Также документальный фильм, созданный любителями. И ролик-зарисовка, созданный профессионалами и любителями, соответственно. Ну и мы планируем назвать победителей в номинации «Гран-при». А цель проекта этого? Как я уже сказала, мы хотим максимально охватить не только профессионалов, но и любителей. Снимать что-либо. Ролики, фильмы, зарисовки. На что должно быть запечатлено этими документалистами и любителями? Все, что касается Приднестровья, все, что касается нашей страны. Это жизнь людей, это предприятия, это люди, которые стояли у истоков создания республики. Это то, чем мы живем сегодня. Это то, какую нашу страну видят наши люди в будущем. То есть все, что может прямым или косвенным образом касаться республики. И заявки кто-нибудь уже подал? Да, заявки у нас уже есть. Мы не будем говорить, кто и что. Пока это еще секрет. Мы их рассматриваем. Как отправить заявку, в принципе, можно с правилами ознакомиться на нашем сайте. Там же есть и образец заявки. Мы принимаем и живые письма, то есть отправленные по почте, и по электронной почте. Давайте озвучим сайт. С сайта госслужбы связи информации СМИ, официальный сайт. В разделе документы там полностью можно ознакомиться. Я как понял, что поучаствовать может каждый желающий. Есть какой-то определенный хронометраж, формат, как должна быть представлена эта документалочка? Основные все технические и не только технические моменты, опять же, есть. На сайте с ней можно ознакомиться. Да, ну так в двух словах. Один из моментов. Мы предлагаем отправлять к нам для участия в данном конкурсе материалы, фильмы, ролики, зарисовки, подготовленные не ранее 1 января 2012 года. То есть то, что было создано 5 лет назад, нам не очень интересно. Это, скажем так, предыдущая эпоха становления той же журналистики и вообще создания документальной продукции какой-либо. Более недавнее время. Да, да, да. Мы хотим посвежее. Какие-то материалы, которые были созданы, вот то, что мы помним, что говорится. Есть определенные моменты, технические характеристики. Опять же, я не буду сейчас их озвучивать, они достаточно специфические. И специалисты, которые занимаются, даже если это любители, они все равно поймут, о чем идет речь. Это все есть у нас на сайте в положении о данном конкурсе. Кто все это будет оценивать, отсматривать? Жюри. Да, будет жюри, будет создано на базе Госслужбы связи информации СМИ. Но поскольку мы все, скажем так, не супер-пуперские специалисты в этом всем, поэтому мы будем привлекать и специалистов из университета, и историков обязательно, и искусствоведов, всех тех, кто мог бы нам тем или иным образом помочь. И союз писателей, и союз журналистов, союз фотохудожников, художников и так далее, телевизионщиков с большим опытом работать. Людей, одним словом, которые понимают, что это такое, смогут оценить. Ну, на самом деле, вообще документалистика такой довольно интересный жанр. И опасно. Я, например, здесь немного видел документалистов у нас, и очень интересно будет посмотреть. Да, очень тяжело это все проанализировать, попустить через себя еще заснять, отобразить, и чтобы люди это поняли и оценили. Я согласна с вами, что это, на самом деле, достаточно специфический, опять же, способ выражения мыслей своих, и отображение того, что уже произошло, или то, что может быть, произойдет. Нам тоже очень интересно посмотреть, что это будет. Те материалы, которые мы уже отсмотрели, они радикально отличаются один от другого совершенно. И подход, и исполнение, и авторы совершенно как бы из разных плоскостей. Но мы ждем массового поступления заявок для того, чтобы мы могли уже проанализировать вообще, насколько данный вид журналистики у нас развит. Пускай профессионалы, пускай непрофессионалы. И хотелось бы, чтобы молодежь в этом поучаствовала тоже активно. Очень нам хочется привлечь молодежь. Их взгляд посмотреть. Пускай это будут школьники. Они как раз сейчас на каникулах, пусть берут фотоаппараты и снимают фильм. Телефоны, фотоаппараты. Да, тем более в век таких технологий. Можно снять на все практически, да. Поэтому мы готовы, мы ждем. Спасибо большое, что вы к нам сегодня этим утром заглянули. И можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям на сегодняшний прекрасный день. Да, конечно. Спасибо вам, что пригласили меня сюда. Я хотела бы пожелать хорошего дня. Весны не только погодной весны, календарной весны, но и весны в душе. Всего хорошего и здоровья. Спасибо огромное. Мы с Денисом и... Свою очередь. Свою очередь. Мы очень долго ждали очередь. Дни пять, наверное. С этим пакетом. Мы с Денисом и вместе с нашими друзьями компании Тиандэ дарим вам вот такой вот маленький весенний подарок. Желаю вам всего доброго. Спасибо огромное. И спасибо вам большое за идею и документальные фильмы. Действительно, это хорошо. Спасибо вам огромное. Ждем еще вас в гости. Спасибо. С удовольствием приду. А наша фронтовая линия продолжается. И после душевных стихотворений... Давайте окунемся в творчество и посмотрим на работы великолепного художника. Участника Великой Отечественной войны. Его работы о войне неповторимы. И достойны уважения. Смотрим. Фигуры детей, которые очень символично изображены, очень вытянутые, тонкие тела, которые страдали от голода в то время. В нижней части картины у нас изображен сфинкс как символ Ленинграда. Женский тонкий силуэт на фоне темной громады танка. Под ними вспаханная разрывами снарядов земля. А вокруг цветущие деревья. Это уже первые дни мира, послевоенного. И потому особенно хрупкого. Мы эти работы периодически стараемся показывать именно на 9 мая. Потому что работы очень удивительные, уникальные по своей сути. И для многих жителей города это было открытие, что у нас живет такой именитый художник. Он и член Союза художников СССР, МССР. И он предложил нам оставить в запасниках у нас, передать нам фонд в картинную галерею, несколько работ. Сюжеты картин Анатолия Ивановича – итог всего, что ему пришлось пережить самому. Раннее сиротство, голод. Во время войны Анатолий Ковчак переехал из Тирасполя в Одессу в надежде найти пропитание. Тогда еще подростком он брался за самую тяжелую работу. Тогда я не занимался художником абсолютно. В Одессе он беспризорничал. Вот это самая страшная страница в его жизни. Он мне рассказывал по молодости, я расспрашивала, он мне рассказывал. Чтобы прокормиться, он лазил по помойкам, собирал шкурлупу картофельную. Потом он пристроился, уголь носил. В больших ящиках, по 50 килограммов надорвался проводникам топить вагоны. Вот. И случилось так, что он, конечно, надорвался. После освобождения Одессы в 44-м новобранец Толя Ковчак в составе 40-го стрелкового полка отправился в Германию. Война уже заканчивалась. Но будущему художнику все же довелось пройти по ее свежим следам. Видел он и только остывшие печи концлагерей и недавних пленников. Я даже не могу вам сказать, что я увидел там. Я жуткую вещь увидел, но она как-то прошла мимо, понимаете, там мимо прошла. Смотрел на детей, понимаете, и потом они исчезали. Исчезали даже из памяти. Это прошло время уже, когда я начал писать эти картины. То ли дети, дети, которые... Это я не знаю, это может быть похоже на каких-то мумий, ходячих. Едва ходячих, понимаете. Страшно везевые. Его работы можно долго разгадывать, отдельно прочитывая каждый образ. К примеру, фрагмент колючей проволоки может показаться терновым венцом с каплями крови. А мотылек над прозрачной детской рукой – символ жизни, такой же хрупкой. Увидели жужжащих пчел. А я подумал, подумал о том, что, может быть, это должны быть не пчелы, а, может быть, эти метальки к этим детям, понимаете, эти же дети были такие, это полуходячая смерть была. Тяжело, конечно, это вспомнить, но, может быть, вы мне подскажете это, как это получилось. Каким Анатолий Колчак видел мир, теперь знают в Германии, в Израиле и в Америке. Его картины выставлялись даже в Японии, в числе лучших работ советских художников. Сегодня полотна Анатолия Ивановича украшают постоянную выставку картины галерей Бендер и Дубасар. Но это еще не все. В свои 88 художник задумал новую экспозицию работ, приуроченную ко Дню Победы следующего, 2016 года. Мы продолжаем давать вам инструкции. Как начать новый день хорошо! И сегодня мы расскажем, как ставить тапки, чтобы не искать их подолгу и не касаться такого холодного пола нашими ногами. Для начала вообще хорошо бы приобрести тапочки или попросить, чтобы кто-то их вам подарил. Потом не забываем их поставить носками от кровати, и примерно в том месте, куда с утра опустятся ваши сонные ноги. И вот вы проснулись, выбрались из-под одеяла... А ноги в тапочках! И утро уже автоматически становится лучше! Хорошего вам дня! Неоднозначный по своей характеристике день для представителей знака ОВЕН. Первая половина дня потребует от вас осторожности в своих действиях. Не принимайте в это время никаких значимых решений. В делах коммерческих избегайте неоправданного риска. День для тельцов пройдет достаточно напряженно. Сегодня в вашей жизни возможны неприятные события. Физическое состояние также будет не на самом высоком уровне. Возможно, потребуется ваша помощь друзьям или родственникам. Близнецы. Сегодня придется действовать более гибко, чем вы привыкли, отбросить лишние сомнения и сопротивляться возможной лени. Используйте в полную силу присущую вам способность быстро реагировать и принимать решения. Рак. Желание свежих впечатлений будет преобладать сегодня. Возможно, что вы кардинально поменяете мнение о привычных вещах. Сможете взглянуть на ежедневные проблемы под другим углом, что поможет их, если и не разрешить совсем, то хотя бы смягчить. Сегодня творческий порыв может накатить на льва совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Эта волна накроет льва с головой, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Звездная обстановка в этот день остается неблагоприятной для дев. Дела требуют еще больше усилий и в то же время не приносят существенных результатов. Во второй половине дня не исключены проблемы имущественного характера. Весы. Упорство в достижении поставленных целей и личное обаяние помогут достичь высоких результатов. В этот день вам с легкостью удастся получить все то, о чем раньше вы не могли даже мечтать. В жизнь скорпиона ворвется свежая струя. Возможно, это будет некое новое непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит скорпиона увидеть в них неожиданный смысл. Стрелец. Сегодня день спокойствия и уединения. Домашним также стоит уделить внимание. Рабочая неделя основательно подточила ваше здоровье. Сейчас необходимо исправить эту ситуацию и дать себе возможность как следует отдохнуть. Козирог. Хорошее время для активного отдыха, занятия спортом и коллективных мероприятий. Сегодняшний день благоприятствует построению планов на ближайшее будущее, укреплению старых связей и оказанию помощи близким людям. Водолей. Сегодня благоприятный день для общения. Вы можете откровенно поведать близким людям о своих желаниях. Уделите время поиску взаимопонимания. Удачным будет фитнес, отдых на природе, танцы и прогулки. Рыбы. Работоспособность значительно возрастет. Вам удастся без труда разобраться со всеми делами. Стоит избегать вообще неформального подхода. Даже на деловой встрече проявляйте интерес и искренность. Друзья, этой весной у нас как не день, так и юбилей. И вот 26 марта мы будем праздновать 45-летие нашего драмтеатра. Какая дата, какой театр. И у нас в гостях директор Приднестровского государственного театра драмы и комедии имени Аронецкой, Ирина Юрьевна Панасенко. Доброе утро. Доброе вам утро. И вам доброе утро. И с праздником вас, таким замечательным наступающим. Спасибо. И сразу, как будете праздновать? Как всегда, премьерой на сцене, естественно. Премьерой у нас в этом году подготовка очень усиленная. Главный режиссер Дмитрий Шамильевич Ахмадив ставит спектакль. Будет премьера в 6 часов вечера. Называется она «Театр. Чайка. Жизнь». Два автора. Это Коляда и Антон Павлович Чехов. Дмитрий Шамильевич соединил две пьесы. И на суд зрителей вынесем наше творение. Очень смелое решение соединить. И вообще Чехова кому-то присоединить. Ну, Коляда тоже, как бы так, не автор немаленьких, так скажем, масштабах современной драматургии. Поэтому выбор, думаю, достойный. Долго что работа над этой премьерой? И много ли задействовано, кстати, вот... Двадцать человек актерских соцсоров. Спектакль ставился очень, так скажем, эксклюзивно. В каком плане? Композиторская музыка. Это стихи современных авторов. Это и Дмитрий Шамильевич и Евгения Зубова стихи. И буквально через месяц еще одна премьера у нас будет. Ставит спектакль режиссер Кондратьева Ольга. Называться будет «Сильвия». Современная пьеса, интересная пьеса и спектакль. Я надеюсь, тоже будет замечательно, интересно. У нас сейчас все заняты в работе, абсолютно все. Когда такого не было, да. А я бы хотела еще вернуться к юбилею. Ну, какой день рождения без гостей? Кто-то будет к нам приезжать? Ну, обязательно. Кого приглашаете? Пригласили мы Союз театральных деятелей Кишинева. Это будет председатель. Я надеюсь, он еще кого-то с собой привезет. Пригласили директоров Кишиневских театров. Это и Чеховский, это и Минеску, Национальный театр Кишинева. Поэтому ждем гостей. Естественно, наши гости, которых мы пригласили. Мы тоже их с нетерпением ждем к себе. Как вы умудряетесь декорации готовить в такие короткие сроки, такие масштабные спектакли? Ну, как успеваем? Конечно, успеваем. А как? Театр – это мини-завод. Здесь свои цеха определенные. Вот есть столярный цех, который изготавливает декорации. Есть художественный декорационный цех, который приводит уже эти декорации в соответствующий вид. Есть пошивочные цеха, которые шьют костюмы. Есть цеха, которые изготавливают кулисы. Все, кто задействован в театре, кто служит в театре, начиная от уборщицы, заканчивая директором, все это воплощается только на сцене. Вот все служат и все работают для того, чтобы получилась премьера, чтобы в субботу или воскресенье вышли актеры и сыграли спектакль. Вот для этого и служим. Хочется еще спросить, в коллектив вливаются новые актеры, новые силы? Конечно, обязательно. Вот в этом году у нас поступило 4 человека. Это Глинка, Алла, Чеботарь, Юлия, Елентьева, Елена и Стас Керпек. Они очень, вот за это время, когда они поступили в труппу, они очень плотно заняты в репертуаре. Да, но мы рады, что у вас такой действительно сплоченный, хороший, добрый коллектив. Вы всегда друг друга спасаете, да, можно даже так сказать. Мы просто работаем, служим и, естественно, а как же без взаимопомощи. Театр – это семья, большая, большая дружная семья. Хочется, потому что мы еще много-много-много-много просто бесконечных лет. И также хочется, чтобы все приходили, приходили новые лица, новые актеры и молодежь, чтобы ей это было интересно. И просто с днем рождения. Да, поздравляем вас. Спасибо. И можете вы, в свою очередь, пожелать что-нибудь нашим телезрителям? Ну, во-первых, 26 марта – это день рождения нашего театра. А 27 марта – это праздник Международного дня театра. Дата на дате. Да. Надежда Степановна специально так выбрала такой день, 26-й, чтобы не соединять эти два праздника, чтобы у театра был свой день рождения. В принципе, вот 27-е – это считается Международным днем театра не только тех людей, кто служит в театре, но и всех зрителей. Хочу пожелать, чтобы каждое утро просыпались с замечательным настроением. И каждое утро начиналось радостью. А своим коллегам, своим нашим зрителям хочу пожелать. Мы вас ждем, наших зрителей обязательно. Приходите. Театра без зрителей нет. И своим коллегам творчества и служения до последней капельки душевных сил нашему театру. Спасибо вам огромное. И мы вам дарим подарок с Денисом и с нашими друзьями компании Тианде. Вот такой вот вам маленький презент и пожелание. Всего вам хорошего. Доброго дня. Спасибо, что у нас приходили. Приходите. Приходите почаще за подарками. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. И от новостей с большой сцены. Мы переносимся на международную арену. Где бурлят. Кипят. И стремятся к нам. Международные новости. Продолжение следует. Налоговые льготы, которые предоставлялись Ирландии крупным корпорациям, уже давно стали предметами для споров. И в 2013 году под давлением Брюсселя от этих льгот пришлось отказаться. Евросоюз следом за США решил сдружиться с Кубой, нормализовав свои отношения, подпорченные в далеком 1960 году. Оттепель должна начаться в конце года заключением договора о партнерстве. А пока на встречу с кубинским лидером Раулем Кастро отправился верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерик Маггерини. 16 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии. Четырех млекопитающих удалось спасти и отправить обратно в океан. В спасательной операции приняло участие около 50 человек. В какие-то случаи не редкость, существует версия, что дельфины попадают на мель в случае азартной погони за рыбой. И если один дельфин попадает в беду, то остальные пытаются ему помочь и разделяют его судьбу. В Соединенных Штатах Америки людей, погибших от рук правоохранительных органов, в 70 раз больше, чем в других странах мира. В прошедшем 2014 году после применения оружия полицейскими в Штатах погибло 1110 человек. Причем многие из них были безоружны. К примеру, в Китае за тот же период погибло всего 12 человек. И это при населении в полтора миллиарда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Александр Зиненко. Если вы прибыли к нам из будущего и не знаете, в какое время попали, то добро пожаловать. Самое время для техношествия. Хотите привлечь всеобщее внимание к своей персоне, но не знаете как? Попробуйте, ну, не знаю. Перекрасить волосы на руках, запрыгнуть с разбегу на Эверест, ну, и самое банальное, приобретите Якбайк. Новозеландская компания в этом году выпустила усовершенствованную модель своего весьма необычного электрического велосипеда. Якбайк не только внешне выглядит как транспорт из будущего, но и имеет весьма неординарное управление. Во время поездки весь вес тела гонщика, в отличие от обычного велосипеда, находится на сидении в области руля, которое при поворотах остается неподвижным, так как опирается на заднее колесо. Этот водонепроницаемый транспорт способен разгоняться до 25 км в час, из-за чего долгое время, согласно законодательству Новой Зеландии, требовал специального разрешения и попадал под категорию легкового транспорта. Подзаряжается Якбайк 45 минут. Для большего удобства он складывается за 30 секунд до размеров чемодана, правда делать это нужно вручную. Несмотря на компактность, носить электробайк долго на плече не получится, так как в зависимости от модели его вес составляет от 12 до 15 кг. Новая модель Якбайк представлена в нескольких цветовых вариантах, а цена на нее варьирует от 3 до 8 тысяч долларов. Если вашему ребенку наскучили обычные игрушки и ему подавай робота, то компания Мекана спешит вам на помощь. Компания Мекана выпустила в продажу для детей от 10 лет личного друга робота по кличке Меканоид. Ребенку представляется возможность собрать механического друга при помощи гаечного ключа и отвертки, из-за чего внешний вид робота полностью зависит от его фантазии. Меканоид запрограммирован копировать действия своего создателя в реальном времени и даже повторять фразы. Управлять роботом также можно при помощи смартфона или планшета. Большая модель Меканоида ростом в 1 метр 35 сантиметров стоит 400 условных единиц. Уменьшенная модель 180. Появится робот на прилавках осенью 2015 года. Когда оставляешь велосипед в общественном месте, тебя начинает терзать смутная мысль. Повезет или не повезет он тебе сегодня домой? Но вот в Японии этот вопрос отпал сам собой. Японская компания Gikensei Sakusha разработала весьма необычную парковку для велосипедов, которую расположила под землей. Велосипед закрепляется на специальный погрузчик, который затем за 13 секунд спускает его в специальное отделение на парковке. По возвращению владелец предъявляет парковочному аппарату свою членскую карту и получает своего двухколесного друга в целостности и сохранности. Стоит абонемент на обслуживание на такой парковке 15 долларов в месяц. Таким вы увидели техношествия сегодня. Не спускайте с вашего транспорта глаз. Отзвенели наши голоса, как весенняя копель. И пришло время прощаться. Не позволяйте вашей улыбке сходить с вашего лица на протяжении всего дня. А если вдруг взгрустнется, вспомните нас. Ну или позвоните нам, и мы обязательно поднимем вам настроение. С вами были солнечные зайчики утреннего эфира Денис Кириллов и Елизавета Терещенко. Хорошего дня тебе, Республика! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова